Здравствуйте! На космодроме Байконур завершается подготовка космического аппарата МИТОП-Б, второго полярного метеоспутника Европейского космического агентства. В космос МИТОП отправится на Российском Союзе и будет летать по орбите над полюсами Земли. 155 лет назад, 17 сентября, в Рязанской губернии родился основоположник российской космонавтики Константин Эдуардович Циолковский. Земля-колыбель человечество часто повторял гениальный ученый-самоучка, но нельзя жить вечно в колыбели. Сегодня современные ракеты преодолевают земное притяжение по формуле, которую вывел Циолковский более века назад. Сегодня кажется вполне привычным, что у землян есть свой дом на околоземной орбите – Международная космическая станция. Сооружение весом под 200 тонн, которое парит в безвоздушном пространстве. А еще сто лет назад ученого, который предсказывал, что человечество будет летать в космос и жить вне Земли, считали сумасшедшим. Константин Эдуардович Циолковский сделал величайшее открытие, что человечество не является вечным пленником Земли, как до этого считала вся наука и идеалистическая, и материалистическая. Константин Эдуардович первым рассчитал формулу движения ракеты. По его формуле, космической скорости можно достичь, если взять топливо в 4 раза больше, чем весит сама ракета. Ученый предложил создать космический поезд, соединив вместе несколько ракет с топливом и одну для людей. Эти ракетные поезда – это все равно, что многоступенчатые ракеты. То есть первая ступень, вторая, третья, четвертая, пятая. Это связка ракет, она летит, и она до сих пор применяется. Это просто для него было, и он значения большого не придавал. Формула простая, но ее назвали формулой Циолковского. Современные ракеты до сих пор преодолевают земное притяжение по формуле Циолковского, выведенной более века назад. Его статья, опубликованная в начале 20 века, называлась «Исследование мировых пространств реактивными приборами». Если бы тогда к ней отнеслись серьезно, возможно, космическая эра наступила бы раньше. Почитайте его книги о космических путешествиях, и все понятно. И даже шлюзовые камеры, и скафандеры. И все, 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 как будто он все видел и все это рисовал. Предлагал строить эфирные города в эфире. Где-то брать, допустим, материалы с планет, делайте города, большие станции. Прообразом такого эфирного города можно считать орбитальную космическую станцию «Салют». Впервые земной островок был выведен на орбиту в апреле 1971 года. Потом была станция «Мир». Сейчас на околоземной орбите работает уже Международная космическая станция. Ученые до сих пор удивляются, откуда человек, никогда не покидавший Землю, знал, как будут вести себя в невесомости разные предметы. Можно ли воспользоваться движением Земли, чтобы добывать энергию? Можно ли с помощью, скажем, цельнометаллических дирижаблей решить главную проблему России, транспортную проблему, необходимую для освоения российских просторов? И вот среди этих проблем оказалась проблема выхода, преодоления земной гравитации. Однажды в библиотеке Циолковский встретился с Николаем Федоровым, основоположником русского космизма. Он посвятил Циолковского в свою теорию. Души умерших обитают в космосе и в какой-то момент могут воскреснуть и вернуться на Землю. Циолковский верил в это. И вот если посмотреть его книги, вот вся эта его идея освоения Солнца, освоения других звездных систем, это то, чтобы было бы то место, где нужно разместить вот умершие, наших бывших умерших предшественников, которые живут. Вот этого нигде, обычно об этом не говорили, но ведь это первоначально, вся его философия строилась на этом. Ученый приходит к выводу, земная цивилизация неминуемо погибнет от геологической катастрофы, падения метеорита или другого вселенского катаклизма. Но выйдя в космос и расселившись во Вселенной, человечество может стать бессмертным. На самом деле, до первого полета человека в космос оставалось чуть более четверти века. Завершается орбитальная командировка Альтаиров. В начале недели из космоса вернутся Геннадий Падалко, Сергей Ревин и Джозеф Акабо. Космонавты провели на МКС десятки научных экспериментов, выходили в открытый космос и даже запустили спутник. В Звездном городке близится к финалу тренировки новой орбитальной смены экипажа 33-й экспедиции на МКС. Главная медицинская комиссия признала годными к полету Олега Новицкого и Евгения Тарелкина. Впереди у космонавтов экзамены и отлет на Байконур. До старта экипажа корабля «Союз ТМА-06М» остался месяц. Нужно дойти до финиша, по крайней мере, до старта. Дойти достойно, не сорваться нигде. Сейчас довольно интенсивно идет подготовка по кораблю, по станции. То есть у нас практически в неделю по 2-3 тренировки сейчас проходят. Интенсивно, напряженно, тяжело, но зато интересно. Эксперимент любопытства Curiosity под угрозой. По мнению представителей НАСА, один из буров марсохода оказался нестерильным, и в почву красной планеты могут попасть земные бактерии. Поэтому дальнейшие поиски воды будут вестись дистанционно при помощи лазера, чтобы исключить заражение Марса микробами с Земли. Возможно, миллионы лет назад и на нашей планете жизнь зародилась из-за подобной оплошности инопланетян. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи!